Russian Television Network of America представляет Gazarch News Информация к размышлению Здравствуйте, друзья! В эфире Gazarch News. Информация к размышлению. В студии с вами Игорь Газарх. Из-за жары и коронавируса Джо Байдена в Израиле будут встречать особым образом. В Израиле сейчас стоит традиционно жаркий июль, а в мире растет заболеваемость новым штаммом. И все это будет учтено к церемонии встречи американского президента и его пребывании на земле обетованной. Байден приземлится в Бен-Гурионе завтра днем, в среду. При этом большой встречи с речами и делегацией из политиков и знаменитостей не будет. Президента встретит премьер-министр Яйр Лапид, президент Ицхак Герцог, заместитель премьера Нафтали Беннет. Решено, что Байден не станет пожимать руки всем без исключения членам даже такой небольшой делегации. После приземления Байден вместе с министром обороны Израиля Бениганцем ознакомится с избранными израильскими системами вооружений. Первоначально это мероприятие планировалось провести на базе ВВС Пальмахин в центре Израиля. Но в последний момент было заявлено, что выставка будет организована прямо в аэропорту Бен-Гурион. Прежде всего, американскому президенту будет продемонстрирована батарея противоракетной обороны «Железный купол». Делается в знак уважения к усилиям Соединенных Штатов по предоставлению израильтянам дополнительных 500 млн долларов на реконструкцию этой системы после прошлогодней войны в Газе. Байдену покажут также и лазерную установку ПВО, новую разработку, на которую собираются просить финансирования у Вашингтона. Вечером для Джо Байдена запланирован визит в музей катастрофы Ядваше, но пока точных данных об этой остановке нет. После встреч с Лапидом, Герцогом и Беньямином Натаньяху, причем на последнего отведено 15 минут, Джо Байден встретится с Абумазаном. В пятницу утром Байден направится в больницу Августа Виктория на Илеонской или Масличной горе в Восточном Иерусалиме. Это будет первый визит действующего американского президента в преимущественно арабскую часть израильской столицы за пределами Старого города. График, отмечу, построен так, чтобы у престарелого американского президента было как можно меньше мероприятий на открытом воздухе. И, конечно, контакты с людьми тоже будут жестко ограничены в связи с опасностью заражения коронавирусом. Тем временем палестинская автономия пытается давить на администрацию США накануне визита Байдена в Израиль. Рамала оказывает давление на администрацию Белого дома, настаивая, чтобы Байден включил призыв при остановке строительства в поселениях или, по крайней мере, за пределами поселенческих блоков в свои выступления во время визита в регион. Представители администрации Белого дома после этого объявили, что Джо Байден рассматривает возможность заявить в своем выступлении, что продолжение строительства в поселениях ставит под угрозу решение о двух государствах и отдаляет стороны от постоянного договора. Те же источники предположили, что Джо Байден, вероятно, будет ссылаться на решение о создании двух государств как единственное приемлемое для американской стороны. Кроме того, израильские официальные лица заявили, что во время своего визита Байден должен объявить о помощи в размере 100 миллионов долларов арабским больницам в Восточном Иерусалиме. Между тем, американская делегация запретила израильским представителям участвовать в визите Джо Байдена во Вгусту Викторию, в госпиталь на Масличной горе в восточной части израильской столицы. В преддверии президентского визита Израиль также готовит несколько очередных уступок палестинцам по вопросам незаконного арабского строительства в совместной зоне управления СИ в Иудее и Самарии, а также интеграции технологии 4G сотовой связи в палестинской автономии и, возможно, созыва совместного экономического форума для Израиля и палестинской автономии. Однако представитель Абумазановской верхушки уже поведал СМИ, что председатель автономии Абумазан заявил министру обороны Израиля Бенниганцу во время их недавней встречи, что отсутствие политического горизонта и перспективы для палестинцев определяет то, что все шаги, предпринимаемые израильтянами в экономической и гражданской сферах, являются чисто косметическими и бесполезными. Президент Израиля Исха Герцог, который находится с официальным визитом в Праге, встретился сегодня с своим чешским коллегой, президентом Чехии Милошем Зимоном и вручил ему президентскую медаль почета, высшую гражданскую награду еврейского государства. Зимон удостоен медали как настоящий друг еврейского народа, твердый союзник Израиля на международной арене и решительный борец с мировым терроризмом и антисемитизмом. На продолжающемся судебном процессе против Беньямина Натаньягу в Иерусалиме после трех дней дачи показаний Адас Клайн, бывшей помощницей бизнесменов Арнона Мильчина и Джеймса Пакера, о подарках для Натаньягу, начался ее перекрестный допрос с защитой и обвинением. Сам Натаньягу должен был присутствовать в зале заседаний, но отменил свой приезд в последний момент. Адвокат Натаньягу Амид Хадад сразу же прижал свидетельницу по поводу количества шампанского и сигар, которые якобы были вручены политику. Реально совершенно иная подарки время от времени делались бывшему премьер-министру, а также изредка Сари Натаньягу, заявил адвокат, но то, что вы описали по количеству, чистая ложь. Обратился он к свидетельнице и подчеркнул, что сигары дарились один или два раза и, скорее всего, на день рождения. Адвокат предложил допросить водителя, который подвозил подарки и который также рассказывает совершенно другую историю. Хадад сообщил, что между Натаньягу, Мильчином и Пакером существовала искренняя дружба, так же, как и между Адас Кляйн и Сарой Натаньягу. Помощница пыталась парировать, что это неправда, и вновь стала клеветать на жену экс-премьер-министра, мол, та с ней разговаривала языком приказов и криков. Она также сообщила, что ее дом превратился в склад шампанского для семьи Натаньягу. В показаниях суду госпожа Кляйн три дня рассказывала, что сигары и шампанское покупались и завозились к ней в товарных количествах. Тогда адвокат Натаньягу Амид Хадад предъявил суду фотографию Сары Натаньягу с супругой Арнона Мильчина Амандой, висящую в доме бизнесмена в элитном городке Бейтянай. На фото на шее у жены Мильчина видна золотая цепочка, подаренная ей Сарой. Адвокат обратился к помощнице-клеветнице со словами, «Вы говорили об этом фото, что это две ваши любимые блондинки», заявил он. Кляйн ответила, что такого не помнит. Тогда адвокат предъявил суду имейл от Аманды Мильчин в адрес Адас Кляйн, в котором та благодарит, цитата, подругу Сару за замечательное украшение. Кляйн явно наигранно продолжила упираться, что, мол, не помнит о подарке цепочки. На что судья Барон внезапно объявил, что взаимность подарков между Натаньягу и Арноном Мильчином, цитата, «меняет картину произошедшего». В Израиле грядет революция гражданских браков. Решение окружного суда города Лод может теоретически означать облегчение заключения брака для неевреев, ЛГБТ-пар и тех, кто не хочет проводить религиозную свадьбу в Израиле. Суд Лода признал, что Управление народонаселения МВД обязано учитывать браки, заключенные по видеоаппликации Zoom в американском штате Юта. Борьба за такую возможность шла уже давно, и многие израильские пары зарегистрировали свой брак онлайн в Юте. Но израильская МВД отказывалась признавать подобные браки, начиная еще с бытности министра внутренних дел, лидера партии ШАС Ариедери. Религиозные партии борются с попытками ввести гражданский брак в Израиль, ссылаясь на свои религиозные возражения против санкционирования государством межконфессиональных браков и других союзов, запрещенных еврейским законом Аллаха. Постановление суда Лоди фактически делает гражданский брак доступным для всех израильтян без необходимости выезжать за пределы страны. Таким образом, не надо, например, тратить большие деньги и вылетать для заключения гражданских браков на Кипр, в Чехию или Грузию. Однако МВД уже провело экспертизу и объяснило, что поскольку пара физически находится в Израиль в момент заключения брака по интернету в штате Юта, на нее распространяются израильские законы о запрете гражданских браков в стране. Так что радоваться светским израильтянам и местным либералам пока рано. Против решения уже выступили и значительные политические силы. На вердикт суда Лода будет подана апелляция. Добавлю, что довольно интересная и неожиданная лазейка, связанная с законами американского штата Юта, была открыта молодыми израильскими парами в период пандемии коронавируса, когда выезд за границу, как известно, был запрещен. На сегодня это все. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго и до завтра. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин